Многие этнические кыргызы, проживающие на территории Узбекистана и Таджикистана, мечтают вернуться на свою историческую родину. Порой это становится для них настоящим испытанием, в корне меняющим судьбы и жизни. Сейчас из-за реформирования государственного аппарата, миграционная служба принимает решение по выдаче статуса Хармана только в Бишкеке. И интервью должно быть проходить в Бишкеке. Все документы рассматриваются в Бишкеке. И с регионов, как вы понимаете, это очень сложно, накладно, транспорт и тому подобное. Не все люди понимают, информация неправильно распространяется или вообще не распространяется, так как раньше они имели своих представителей в регионах, сейчас нет. Вследствие таких неудобств, процесс оформления гражданства у переселенцев затягивается на годы. Я, Шамшиддинов, Жайналы, приехал с Узбекистана в 2010 году. С тех пор я не могу получить документы. Скоро уже 11 лет будет, как говорят, дадим, дадим, а мы все бегаем. Месяц назад купил здесь дом, но участок не огорожен. Внуки не могут получить свидетельство о рождении. Сын женился, но не может получить свидетельство о браке. У жены тоже нет свидетельства о рождении. А если в процессе переезда теряется важный документ, то положение может стать почти безвыходным. Свидетельство нет. Из-за того, что у меня нет свидетельства о рождении, никак не могу получить ни паспорт, ни военный билет. Вроде сдал отпечаток на биометрии, но из-за того, что нет свидетельства, паспорт не дают. Зять и дочь поехали в Узбекистан, где мы жили. А почему нет метрики? Мы не смогли получить. У меня все документы есть, паспорт, метрика и ЗАГС есть. Но автомат не считывает мои пальцы, и я не могу получить новый паспорт. Уже 10 раз ходила. Помимо трудностей при оформлении пенсии на исторической родине, Хайрлманы сталкиваются и с другими проблемами. В частности, при получении пособий на содержание детей, продаже домов и земельных участков. Как это происходит с жителями Чонг-Кара Баткенской области. Получается, у вас нет ни кыргызского, ни узбекского паспорта? Нет, я приехала из Узбекистана. И здесь училась с 5 по 11 класс. Закончила здесь. Почему, если вы с 5 класса здесь проживаете, вам не дают документы? В свидетельстве о рождении в пункте «Национальность» меня записали как узбечку. Отец так меня записал в первой метрике. Сложно приходится. Трудно лечь в больницу без документов. Из-за того, что нет гражданства, приходится нам платить большие деньги. Тяжело нам. Существенно затрудняет процедуру получения кыргызского гражданства переселенцами неповоротливость бюрократической машины. Из села Чонг-Кара 40 человек не могут получить паспорта. Это с одного села? Да, вот только с одного села 40 человек паспорт получить не могут. Я вот выяснила и провела собрание по этому вопросу. Позвали ответственных лиц из паспортного стола. Но они не пришли. Мы тогда стали сами разбираться. Люди сдавали на документы 3, 4, 5, 6 и 10 лет назад. И до сих пор не могут получить. А почему они не могут получить? В паспортном столе им говорят. Приходите через неделю. Только это. Причина не указывает. Про ошибки в заявлении. Или что нужно съездить в Узбекистан. Конкретно ничего не говорят. Только одну фразу. Приходите через неделю. Особенно трудно при оформлении гражданства приходится многодетным семьям. Я приехала сюда из Таджикистана, из села Каракул, год назад. Это дом моего братишки. Он его только построил. Подарено гражданство. И нам обещали, что документы придут через 5 месяцев. Однако вот уже 6 месяц, но никаких сведений по документам нет. Пытались узнать, почему не приходят документы. У меня семеро детей. Муж мой уехал на заработки в город. В Бишкеке работаю. Но содержать семеро детей трудно же. Сама я не работаю. Дома с детьми сижу. Помимо переселенцев, Кайрилманов, увеличился и поток трудовых мигрантов в Кыргызстан из соседних государств, что существенно влияет на рынок труда. 60 дней безвызового режима, например, граждане Республики Узбекистан, приезжая в Кыргызскую Республику, используют для поиска работы в сфере сельхозработ, либо строительных работ. И когда с ними сталкиваются наши контролирующие органы, естественно, с одной стороны они легально находятся, с другой стороны их деятельность, которую они выявляют, не соответствует их целям. Естественно, там возникает конфликт, и на местном уровне любой офицер, который поймал за руку, так скажем, этого мигранта, может на него взаимодействовать. Но, как показывает практика, никто не жалуется. Это показатель того, что, в принципе, этих людей много, их контролирует, но если никто не жалуется, и по ним очень мало статистики по привлечению к ответственности за нелегальную миграцию, это говорит о том, что имеет место определенный уровень теневой коррупции. Контрольно-пропускной пункт «Достук» между Ожской и Антиджанской областями. По официальным данным, ежедневно через КПП «Достук» границу пересекает 10-12 тысяч человек. В основном это торговцы и граждане, посещающие родственников в нашей стране. На камеру люди говорят, что проблем при переходе границ нет. Но одна женщина признала, что не все бывает так гладко. С каждого груза, который проходит с Узбекистана, кыргызские пограничники вымогают деньги. Так они делать не должны. И для того, чтобы провести грузы в Узбекистан, тоже деньги платим. Если так каждому давать, то как мы будем вести торговлю? Если не даем денег, долго мучают. Разве это все не осталось в прошлом? Сейчас получше стало, чем прежде. Раньше вообще не пропускали. А сейчас Кыргызстан и Узбекистан дружат. Легче пересекать границу без грузов. С грузами переходить тяжело. Кто это устраивает? Пограничники или милиционеры? Все это пограничники творят, не милиционеры. Проблемы хайрлманов и незаконной трудовой миграции повышают риски конфликтности в регионе. Как и другие приграничные проблемы, это требует совместного решения от всех стран Центральной Азии. И чем раньше, тем лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok